Во втором уроке мы продолжим разговор об организации службы поддержки и поговорим уже в практическом ключе, как должен быть организован ваш саппорт. В первой части поговорим о людях, которые будут работать в вашей службе поддержки. Основные тезисы, которые я хочу вам рассказать. Первое – это то, что вам нужен помощник. Или помощники – это зависит от размера вашего онлайн-бизнеса. В любом случае нужно делегировать оказание службы поддержки кому-то еще. Это в долгосрочной перспективе себя невероятно окупит. Даже если у вас совсем маленький бизнес, даже если у вас всего лишь несколько продаж в день, вернее, несколько продаж в день, если продукты дорогие, это может быть даже и неплохо. А если у вас, скажем так, мало продаж, у каждого своя планка, и вы действительно не в состоянии, как вам кажется, позволить себе нанимать кого-то, думайте об этом. По крайней мере, думайте и готовьтесь к тому, что на определенном этапе все равно это придется делегировать кому-то. Я уже молчу о том, что это совсем не так дорого, как кажется. Второй как раз тезис. Действительности, если у вас не такой крупный бизнес, значит и обращений в ваш адрес совсем немного. Это значит, что вы можете нанимать на неполный рабочий день, либо на условиях свободного графика. Вам не обязательно нанимать суперпрофессионала, и это как раз-таки третий момент, о котором я хотел рассказать. Это вполне может быть студент, который совмещает учебу и подработку на вас. В любом случае, нужно делегировать оказание службы поддержки. Основную массу вопросов человек специально обученный, и мы поговорим о том, как сделать его специально обученным, сможет взять на себя, сильно разгрузить вас, и при этом, что называется, не наколоть дров. То есть, все будет в порядке. Если грамотно его обучить, то и у него не будет много времени занимать, у вас совсем не будет времени занимать это дело, и клиенты будут довольны. Итак, основные моменты – это то, что вам крайне нужен помощник. Делегировать службу поддержки обязательно нужно кому-то, вернее, делегировать оказание поддержки. Это совсем не так дорого, как кажется, даже если нанимать на полный рабочий день. И третий пункт – это то, что вам не нужен мега-ультра-суперпрофессионал. Чтобы оказывать поддержку вашим клиентам, в действительности особенных навыков не нужно. Какие навыки нужны? Сейчас поговорим об основных требованиях к сотруднику. Я специально подчеркнул слово «требования», потому что это те моменты, которые обязательно должны присутствовать. Если вы выбираете, кому делегировать вашу службу поддержки, то вот эти вещи должны быть соблюдены жестко. Остальные вещи уже опционально, мы о них тоже поговорим. Во-первых, это умение ясно и четко излагать свои мысли на письме. К сожалению, уровень грамотности стремительно снижается на протяжении последних лет. И все меньше и меньше людей умеют четко, лаконично и грамотно формулировать то, что у них есть в голове, на бумаге, либо в каком-то текстовом блокноте. В любом случае, это действительно важное требование. Человек должен уметь писать по-русски так, чтобы, прочитав то, что он написал, было понятно, что он имел в виду. Вот это самое главное требование. Человек может, вот изначально, когда вы его берете на работу, может не разбираться вообще в том, чем вы занимаетесь, что вы продаете, какой у вас бизнес, на чем он основан. Это все те вещи, которым вы его обучите в течение ближайших 7-10 дней максимум. Человек быстро поймет и схватит. Но вот если человек не умеет писать по-русски просто ясно и четко, то это уже не исправить. Это нужны долгие-долгие месяцы и действительно сильного и упорного труда. Как студенты готовятся к вступительным экзаменам, каждый день по много-много часов ходят к репетиторам, и репетитор для них какую-то индивидуальную программу составляет, они вот учатся. Вот точно так же человеку придется обучать умению писать. Я не думаю, что это то, чем вы хотите заниматься, поэтому данное требование должно быть соблюдено изначально, когда вы только человека принимаете себе в команду. Далее подчеркнутый вежливый стиль общения с незнакомыми людьми. Это тоже очень важно. Понимаете, можно быть хорошим человеком, но если ты хамишь всем, то ты будешь отталкивать людей. Служба поддержки должна быть вежливая. Это очень важно. Вот прям настолько вежливо, чтобы люди, которые приходят с проблемами в эту службу поддержки, обращаются с какими-то запросами, поймите, они изначально уже несут какой-то негативный заряд. То есть у них что-то не получилось, им что-то непонятно, у них что-то не запустилось, какая-то ваша программа не сработала, как-то они не смогли воспользоваться вашей услугой. В большинстве случаев обращения именно такие. И вот если тот помощник, тот сотрудник, которого вы наняли, не умеет гасить вот этот негатив, не умеет как раз-таки на какую-то агрессию отвечать вежливо, строго по делу и не заискивающе, не обязательно заискивающе, что вот, ну извините, пожалуйста, мы такие убогие, вот у нас тут что-то не работает, а именно вежливо, именно четко, по делу, вежливо, без никаких наездов, очень культурно, то это в любом случае будет подкупать. И даже самые злостные хулиганы, которые будут обращаться к вам в службу поддержки, оценят это. Это действительно вот то, что наработано на личном опыте и то, что работает. Подчеркнуто вежливость или общение с незнакомыми людьми. Понимаете, в любом случае, насколько бы плохи ни были ваши клиенты, и обязательно объясните это своему сотруднику, а лучше дайте ему посмотреть вот это видео, насколько бы плохи ни были ваши клиенты, они такие, какие они есть, и они приносят вам деньги. И вы должны с этим мириться. Даже если они все хамы, даже если они все агрессивно настроены, в любом случае они приносят вам деньги, и вы обязаны общаться с ними культурно и вежливо, без никаких наездов. Ничто так не портит впечатление от компаний, как плохие сотрудники именно в плане общения. Я думаю, вы сами с легкостью вспомните последний случай, когда вам где-то нахамили, где вы собирались что-то купить, либо просто неприветливо вам ответили. В любом случае, это формирует общее впечатление о том бизнесе, который вы делаете. Я хочу, чтобы впечатление о вашем бизнесе было исключительно положительное, и поэтому предъявляете к сотруднику как раз жесткое требование относительно вежливого стиля общения с незнакомыми людьми. Это себя всегда окупит. Проводилось исследование, показывающее психологию покупателей, потребителей. Понимаете, не помню, как там точно было, но суть в том, что проводился социологический опрос, и люди, летающие на самолетах, они считали, что гораздо более безопасен тот рейс, где, скажем, я не помню, то ли стюардессы в идеально чистом костюме ходят, то ли когда стаканчики из-под кофе чистые, но смысл в том, что люди связывают совершенно такие несвязанные вещи, как безопасность полета и чистота каких-то предметов, находящихся в самолете, в единое целое. Точно так же у вас. Качество вашей продукции и услуг будет оцениваться, в том числе, по тому, насколько вежливо работают ваши сотрудники, взаимодействуют с клиентами. Поэтому я очень подробно остановился на этом пункте, чтобы действительно в голове у вас отпечаталось. Это действительно важно. Ну, переходим далее. Еще одно требование – это согласованный заранее график. Действительно, нужно заранее согласовать. Это будет удобно и для вас, это будет удобно и для сотрудника, это будет удобно и для клиента, который будет знать, в какое время он может писать, чтобы получить ответ. И если он написал, скажем, ночью, а сотрудник отвечает в обед, он не будет переживать, что где же мой ответ. Далее, требования, вытекающие с предыдущего – это доступность в оговоренное время. То есть, если вы согласовали график, а это обязательно нужно сделать, то ваш сотрудник должен быть доступен в это время. Я думаю, что это логично. Далее, необязательные, как я их назвал, опциональные требования. То есть, желательно, чтобы тот человек, которого вы нанимаете, соответствовал им. Во-первых, это способность хотя бы теоретической оказывать голосовую техподдержку. Со временем, когда вы разрастетесь, обязательно нужно будет ввести как раз-таки в практику оказание службы поддержки по телефону. И ваш сотрудник должен быть способным это делать. Далее, способность решать нестандартные задачи. Суть в том, что 80, может быть, даже 90, а то и больше процентов всех входящих к вам обращений будут стандартными, типовыми. Сотрудник будет просто отправлять им шаблон, может быть, немножко подредактировав, и проблем не будет. Но вот оставшиеся 10-15 процентов – это что-то нестандартное, где нужно будет проявить какую-то инициативу, что-то решить. И вот от того, насколько сотрудник, которого вы возьмете, будет способен решать эти нестандартные задачи, от этого зависит то количество времени, которое он не заберет у вас. То есть, если он будет сам способен решать большинство нестандартных вопросов, причем правильно, так как они должны решаться в рамках вашего бизнеса, то вы получите гораздо больше свободного времени. Поэтому постарайтесь так же, чтобы это требование было удовлетворено. Ну и, наконец, стрессоустойчивость. В принципе, это можно переносить даже в обязательные требования. Опять же, я говорил, что большинство людей, которые будут обращаться в службу поддержки, будут обращаться с какими-то проблемами, непонятками, в любом случае, они будут обращаться к вам со знаком минус. То есть, у них изначально будет что-то болеть. И, соответственно, это вызывает определенный стресс у сотрудников. Я просто по своим ребятам знаю, особенно, когда по телефону начинают грузить своими проблемами. Стрессоустойчивость действительно очень важна в этой работе. Следующее, о чем хочу поговорить – зарплата. Естественно, здесь целиком и полностью все зависит от вас, от того бизнеса, который вы ведете, от ваших прибыли, от ваших возможностей, от той загруженности, которую будет испытывать человек, который вы наймете. Вы можете платить фиксированно. То есть, человек работает, раз в месяц получает какую-то сумму денег. Либо вы можете платить за количество решенных вопросов. Дело в том, что с помощью современных технических средств организации службы поддержки вы сможете четко и точно отслеживать, какое количество вопросов закрыл ваш сотрудник. Соответственно, вы можете просто назначить какую-то ставку за каждый решенный вопрос. Здесь все строго, индивидуально, все зависит от того человека, которого вы нанимаете, и от лично вас и вашего бизнеса, как вам удобнее. В любом случае, по себе просто скажу, по своему опыту, не такие большие деньги приходится платить как раз-таки на зарплату сотрудникам службы поддержки. Поэтому я в самом начале этого урока и сказал, что изначально думайте о том, кому бы делегировать как раз-таки оказание тех поддержки. Единственное, что я хотел бы сказать, это то, что не стоит забывать о премиях и бонусах. Все эти вещи, которые я перечислил, должны у вас сформировать правильное мнение о самой службе поддержки. Это действительно не такая уж и простая работа. Действительно, приходится взаимодействовать с людьми. Это всегда отнимает силу, энергию. И особенно, если у вас происходят какие-то новые запуски новых продуктов или какие-то всплески продаж, какие-то рекламные акции, нагрузка на ваших сотрудников вырастает, помните об этом и старайтесь справедливо оценивать их работу, награждать их по делу, естественно. Они действительно это оценят и они это заслуживают, действительно, если выполняют свою работу качественно. В конце данного видео по традиции покажу вам на примере, опять же, сервиса Саппордеск, как могут быть организованы как раз сотрудники в рамках вашей службы поддержки, как у них могут быть распределены права доступа и как вы можете отслеживать эффективность их работы. Смотрим видео. В рамках данного небольшого демо-видео я хочу показать вам, каким образом, как легко и удобно может быть устроена работа сотрудников в рамках одной команды внутри сервиса Саппордеск. В предыдущем видео я показал вам, что вопросы поступают, есть категории, можно менять категории и так далее. Сейчас немного о сотрудниках. Мы сейчас находимся в администраторском аккаунте нашей билетной доски и видим здесь пункт управления сотрудниками. Что можно делать с помощью управления сотрудниками? Вот я сейчас зашел в список сотрудников. Можно добавлять новых, редактировать старых и очень гибко настраивать права их доступа. При этом вход в панель для сотрудников осуществляется по тому же самому адресу, что и у вас. Мы видим, что в рамках данной тестовой билетной доски создано три сотрудника. Первый из них это Люба Зуева. Как раз таки в другом браузере я открыл, чтобы не пересекались сессии в другом браузере, этот аккаунт. Мы видим, что он помечен как обладающий правами администратора. Здесь помечено админ. И, соответственно, из-за этого в меню данного сотрудника, вернее сотрудницы, абсолютно все те же самые пункты, что и у меня как у администратора. Соответственно, сейчас я вам просто покажу, что мы с этим можем делать. Мы можем зайти в редактирование. Перед нами появится точно такая же форма, как и если бы мы хотели добавить нового сотрудника. То есть мы добавляем нового, точно такая же форма, только не заполненная. Возвратимся назад. И здесь я хочу изменить права доступа, чтобы вам показать, как это работает. Я нажимаю просто кнопку «Изменить». Галочки становятся активными. Но в данном случае активированы права администратора, поэтому никакой настройки речи идти не может. Я убираю вот эту галочку, и появляется список, в котором я могу убирать абсолютно все, каким пунктом имеет доступ сотрудник, каким не имеет. Вот, например, первый пункт «Редактирование собственного профиля». Возьму, да и уберу. Ну и давайте, например, уберу возможность доступа к базе ответов и ее редактирование. Нажму «Сохранить», просто чтобы вам показать, насколько гибко вы можете управлять вашими сотрудниками. Вот сейчас в аккаунте, пока еще не обновил страницу, изменения не произошли. Пытаемся запомнить эту страницу. Вот ссылка «Редактировать профиль» здесь есть, да. Есть ссылки там на какие-то управления базами и так далее. Давайте обновим страницу. Мы видим, да, что все, что касается базы ответов, у нас из меню пропало. Пропала возможность редактировать собственный профиль и так далее. Сейчас не будем на этом подробно останавливаться. Суть заключается в том, что мы можем любому сотруднику настраивать очень гибко права. В данном случае я верну администраторские права. Что еще? Вы как администратор, естественно, должны видеть результаты работы вашей службы поддержки, поэтому есть пункт «Статистика», где, ну, в данном случае, билетная доска тестовая, нету никаких данных, но тем не менее, вы видите и можете себе представить как много полезной информации можно получить с помощью раздела «Статистика», где показывается абсолютно все, причем за выбранный вами период поинтересующим вас сотрудникам. Вы можете даже посмотреть рейтинговые места, которые занимает человек в соответствии с тем пунктом, который здесь перечислен. Это управление сотрудниками в рамках «Саппорт-деска». Просто небольшое превью, чтобы вы представляли. Переходим к следующему видео, откуда узнаем еще много всяких полезных фишек. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!